Чтобы узнать человека, нужно съесть с ним пуд соли. С этой поговорки началась история коллекции Натальи Симыкиной из поселка Спутник. Семь лет назад женщина купила 16 килограммов соли и решила наполнять ею новые солонки. Закончится мешок, закончится и коллекция. Но остановиться Наталья не смогла. В прошлом году у нее насчитывалось больше 500 солонок. А сейчас женщина и вовсе идет на рекорд. Основной источник солонок, не поверите, это барахолки. Это вещевые рынки, где за копейки люди отдают такие раритеты, такие винтажные изделия, которые даже я в магазинах бы, наверное, не нашла. Это первый источник. А второй – это, конечно, подарки друзей. Наталья много путешествует, старается отовсюду привозить экспонаты для своей коллекции. Например, есть солонки из 12 городов Алтайского края. Есть и заграничные экземпляры. Из Казахстана, Узбекистана, Вьетнама, Китая, Турции и Туниса. Там при покупке возникли трудности с переводом. Слово «солонка» и «обувь» означает одно и то же слово – слово «салье». Мы пришли до Тунисский рынок, я попросила продавца «салье». А у них на все отвечают «файв минут, мадам, ес». Через две секунды мне приносят обувь, кроссовки. Я говорю «ноу, салье, салье». И начинаю пантомиму, то есть я начинаю показывать солонку. Вижу проблеск в глазах, и он говорит «ес, мадам, Абдула». И ведет меня к Абдуле. Вот и у Абдулы я купила вот это чудо салье. Когда коллекция Натальи достигла заветной цифры с тремя нулями, женщина решила, что достойна звания рекордсмена. Чтобы ее имя вписали в Книгу рекордов России, коллекцию должна была посчитать независимая комиссия. Ее нужно было собрать из нечетного количества людей из разных сфер. Например, депутатов, представителей администрации, директоров музеев. «Пригласили, позвонила, да, собственно, коллекционер предложил поучаствовать. Но опыт интересный, необычный, у меня впервые участие в подобном. Ну, собственно, было интересно поучаствовать, поэтому согласился, приехал». Специальная комиссия пересчитала предметы, внесла в протокол и направила экспертам проекта. Остается ждать их решения. Наталья не сомневается, что ее имя впишут в Книгу рекордов России. Соревноваться без стеснения, заявляет коллекционер, ей не с кем. В мире существует только четыре подобных музея. В России не зафиксировано ни одного. При этом останавливаться на достигнутом Наталья не собирается. Продолжает собирать новые, необычные экземпляры. Юлия Шаламова, Сергей Балуев, Новости.